В следующем сюжете мы расскажем вам о тех, кто в нашей республике находится на передовой в борьбе с новым коронавирусом. Медики из ковид-центра, созданного в Петрозаводске на базе госпиталя для ветеранов войн, дали эксклюзивное интервью моему коллеге Андрею Раеву. Врачи рассказали о том, каково им самим работать в режиме 24 на 7 в условиях полной изоляции, хватает ли оборудования и медикаментов и как им самим помогают жители Карелии, которые находятся по ту сторону центра. Эта бригада врачей работает с первого дня открытия ковид-центра в Петрозаводске. На смену они заступили 13 апреля и с тех пор не покидали эти стены. За то время, что они здесь, произошло многое. Первые уходы из жизни от коронавируса, первые выздоровевшие. Их, к счастью, гораздо больше. Первые, наверное, особенно были тяжелые дни, когда не было привычки работать в средствах индивидуальной защиты третьего уровня. То есть полная экипировка, конечно, это не в таком виде, как мы сейчас работаем. Физически тяжело в том числе. Тяжело не только физически, но и морально. Поэтому и медики, и пациенты поддерживают друг друга как могут. Все они в полной изоляции от внешнего мира. Находятся один на один с опасным вирусом. Пациенты в отделении относятся друг к другу очень корректно тоже. Все друг другу помогают. Помогают уходить за пожилыми пациентами. Приходят события психологам, потому что и пугает новая инфекция, что какие последствия могут быть. Конечно, пациенты очень много задают вопросов. То есть в большей степени, может быть, даже и психологам приходится работать, чтобы успокаивать. Ну и тяжело, и самим пациентам они как бы находятся, получается, в изоляции. И, наверное, может быть, даже внешний вид и нас их пугает. И, конечно, они тут настороженно так себя чувствуют. И когда им говоришь о том, что вы выписываетесь, конечно, радость у них бескраничная на лице. Самое трудное, пожалуй, находиться вдали от родных. В стенах ковид-центра время останавливается. Связь с близкими вот уже почти шесть недель, только по телефону. Говоря об этом, медики не могут сдержать слез. Что из дома-то сообщают вам? Что-то дома происходит, а вот вы здесь. Кто-то день рождения празднует без нас. Кто-то в университет поступает уже, экзамены сдает. То есть такие новости узнаю. А, сегодня, Палыч, пройдут чуть-чуть. Всё это для них как будто в другой жизни. В центре свои реалии. И сначала, конечно, было страшно. Но здесь, как на фронте, ко многому привыкаешь. У нас бесстрашно, он бесстрашно. Работники реанимации, они бесстрашны. На передовой всегда. В борьбе за жизни людей врачам помогают самое современное оборудование и медикаменты. Их в ковид-центре в Петрозаводске достаточно. Сюда поступают пациенты не только из карельской столицы, но и из всех районов республики. Разумеется, поставки оборудования, медикаментов – это была на предварительном этапе очень серьёзная организационная работа. Кроме того, что мы закупали оборудование для госпиталя, нам, разумеется, помогали коллеги из других медицинских организаций кадровыми вопросами, вопросами оборудования, вопросами лекарственного обеспечения. За свою непростую работу врачам назначили дополнительные выплаты – региональные и федеральные. И первую увеличенную зарплату специалисты ковид-центра уже получили. Это действительно так, да. Мы всё получили. Мы на финансовую составляющую абсолютно не жалуемся. Многие приятно удивились. Заработная плата в ковид-центре, конечно, значимо отличается от нашей обычной работы. То есть, вот тот труд, который вы вкладываете, он адекватно оценён? Да. Кроме труда ежедневного с пациентами, нам ещё приходится находиться здесь круглосуточно. Поэтому, конечно, особые условия труда, я считаю, что должны оплачиваться более высокого. Но самая ценная здесь всё-таки поддержка со стороны родных, близких и даже совсем незнакомых людей. С первого дня, когда мы здесь работаем, были благодарности и от просто волонтёров, от организаций, которые занимаются вопросами питания, и от детей, и просто человеческое внимание, нам всегда приятно, когда идёт благодарность за наш труд. В том числе, публикуют уже и выписанные выздоровшие пациенты, благодарственные письма. И это, наверное, нам приятно вдвойне. В завершении разговора медики призвали жителей республики к благоразумию и попросили помочь врачам. Сделать это просто. Достаточно не выходить из дома без острой необходимости, соблюдать дистанцию и масочный режим, пользоваться антисептиками. Сказано носить маски, обрабатывать руки, чтобы люди это не воспринимали, что это какая-то проблема, а просто брали и делали это. Это спасает действительно жизнь. Меньше людей заболевает, меньше сюда попадает. Эдуард Тур, Андрей Раев, Наталья Кузьмина, Станислав Шведов. Специально для Больших Новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok